Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Аркадий Киселев, заведующий травматологическим центром городской поликлиники номер 2. А говорить мы будем о Новом Годе без травм. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, с какими травмами чаще всего обращаются к вам в новогодние праздники? Ну, в праздники откладываются отпечатки на характер травм. Прибавляется к обычным травмам, то есть получено в результате падения. Прибавляются и пиротехнические травмы, то есть от всевозможных пиротехнических средств. Были случаи, что когда поджигали какие-то петарды, задерживались броском и травмы получали, конечности верхних пальцев, рук, допустим, отрывались. Были такие случаи. А меняется как-то статистика из года в год? Ну, статистика остается тот же. Среднестатистическое обращение в новогодние праздники, конечно, увеличивается. Количество возрастает резко где-то после часу ночи. То есть, когда народ после застолья веселый, выходит гулять, ну и, соответственно, порой неадекватно ведут, получает травм в результате этого. Продолжительные выходные – отличный повод хорошо отдохнуть и набраться сил. Но только так, чтобы каникулы запомнились весельем и отлично проведенным временем, а не полученными травмами, ожогами или обморожениями. Ну, зимой травмы, как правило, попадают в результате падения на скользком, при гололюде. Вот. И, как правило, значит, у нас в основном идет патология верхней и нижней конечности. В нижней конечности это чаще преобладает голеностопный сустав, а в верхней конечности это переломы лучевых костей. Вот. Ну, довольно часто они бывают со смещением. Медики напоминают, одними из самых распространенных видов травм на Новый год считаются ушибы, переломы, растяжения и вывихи разной степени тяжести. Позаботьтесь о своей обуви, она должна иметь низкий каблук или платформу, а также подметку из материала, который будет обеспечивать надежное сцепление со льдом. Ни в коем случае не спешите во время передвижения по скользкой поверхности. Будьте предельно осторожны на горках и прочих ледяных уличных аттракционах. Шансы получить травму на них более чем существенны. И иногда бывает, что вот люди падают, стремятся защитить те предметы, которые они несут. Не надо это делать. Лучше не думать об этом, о защите этих предметов, что находятся у них в сумке, в руках, в пакетах. А как, значит, падают так, чтобы было ему удобно, а не этим предметам. Бывает, что иногда люди, значит, как говорится, при братских объятиях так сжимают друг друга, что получают переломы ребер. Иногда вывихи бывают при братских, дружеских объятиях. Бывают мелкие переломы. Праздничные фейерверки для многих оборачиваются не очень приятным путешествием в травмпункт или ожоговое отделение. Что нужно знать, чтобы этого не произошло? Лучше приобретать пиротехнику в магазине. Всегда следуйте руководству по эксплуатации на упаковке изделия. Держите зрителей фейерверка на максимально безопасном расстоянии, которое указано на упаковке товара. Травма бывает во время запусков всяких ракет, взрывчатых пакетов. Как правило, или в руках взрываются они, или, значит, от разбрызгивания вот этих элементов горящих. От горящих элементов бывают ожоги на лицо, в глаза попадают. А если взрывается в руках, это или бывают термические ожоги кистей, или взрывная патология, открытый перелом, раны бывают кистей. Длительное нахождение на улице даже при температуре минус 10 градусов может привести к общему переохлаждению или даже обморожению. Не выходите на улицы без варежек, шапки и шарфа. Не забывайте в Новый год о правилах безопасности. Тогда праздник принесет вам еще больше радости. Давайте расскажем телезрителям, что можно сделать, когда можно оказать первую помощь самостоятельно, например, при первых признаках обморожения. Ну, при первых признаках обморожения они не сразу проявляются, в чем их коварство. То есть они могут проявиться после того, как человек попадает в тепло, плюс еще если он находился под алкогольным опьянением, обезболивание в результате алкогольного опьянения. Проходят и тут они уже проявляются. Видим покраснение, боли в области обморожения. Помнишь, как таковая тут оказывается не может на месте. Надо обратиться к специалистам, к травматологам или к врачам термической травмы. А если мы долго гуляли на улице, вот просто щечки заморозились, вот говорят, нужно потереть варежкой шерстяной. Ни в коем случае делать не надо, ни варежкой, ни тем более снегом, потому что снег имеет структуру кристаллической решетки. То есть кристаллы льда, они наоборот принесут больше вреда. Поэтому надо человек поместить в теплое помещение. Ну и далее, что я сказал, то есть обратиться к специалисту. А мягкая тряпочка есть ли? Нельзя вообще. То есть первый признак обморожения, то есть гиперемия убирается с лица, и наоборот кожа становится белым цветом. То есть это первый признак того, что что-то не то произошло. А что делать, когда человек пострадал от пиротехники? Тоже какую-то первую помощь мы можем самостоятельно оказать? Ну, слава богу, у нас гранат не взрывает бомбы. Поэтому, как правило, при пиротехнических средствах, вернее, срабатывания повреждаются пальцы рук. Ну, может пострадать и голова, так сказать. Ну, в результате взрыва, допустим, ожог может произойти и лица. То есть, опять же, надо обращаться срочным образом через скорую помощь или каким-то другим транспортом к специалистам. Как будет работать травматологический центр в новогоднюю ночь и в новогодние праздники? Ну, травмцентр, он и работает круглосуточно, оказывает экстренную помощь. И в праздники режим не меняется. Скажите, а как отмечается новогоднюю ночь? Кто находится на дежурстве? Да, кто дежурит. Мысленно. То есть, мысленно они находятся как бы за столом с родными, с друзьями. А уж материально это на следующий день. То есть, употребление каких-то горячительных и прочих напитков, это по определению исключено. Как и в других экстренных службах. Представьте, если все по рюмке чая поднимут в 12 часов, то кто будет оказывать помощь, защищать людей. Новый год такой удивительный праздник. А случаются у вас какие-то необычные истории на Новый год? Может быть, немного шутливые, может быть, добрые? Ну, когда в человеке сидит горячительный, то они сами по себе уже все шутливые. Я, как вы сказали, после час ночи они начинают к нам поступать, веселые. Кто продолжает дискотеки у нас там в холле, в приемном покое. Кто выясняет отношения между собой. Ну, таких каких-то специфических ситуаций не было. То есть, это как бы наша работа на круглые сутки. В таком ключе идет. Давайте расскажем основные правила для телезрителей, чтобы избежать травм. Ну, в первую очередь, надо обратить внимание на употребление. Точнее, злоупотребление алкогольным напитком. Так как алкоголь является нейротропным ядом. Поэтому координация, то есть контрольная функция головного мозга, может, мягко сказать, нарушена. Зато этого человек может получить определенные травмы. В том числе и термические, то есть обморожение, ну и как худшее замерзание, то есть с летальным исходом. То есть, надо как-то контролировать употребление в первую очередь. Ну, одеваться адекватно в погоде. То есть, в кроссовках, в гололед я не рекомендую ходить. Что бы вы пожелали телезрителям в Новый год? Ну, что бы вы пожелали травматологам? Без травм, наверное, и не только физических, но и душевных. Потому что последние даже иногда труднее восстанавливаются. Спасибо. Спасибо за беседу, что к нам пришли. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам здоровья и счастливого Нового года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин